Сегодня мы краем очень красивое платье вечернее и начинаем из того, что обводим половинку спинки в центр диетро, в два раза сложенную, делаем длину определенную до пола, дальше мы делаем нашу полочку, также отмеряем от талии длину платья и теперь приступаем к моделированию. Платье будет иметь вот такие выточки, то есть выточка у нас будет удлиняться и далее спускаться. Добрый день, с вами Наталья Филенко и моя онлайн школа bestcouture.online, где вы краите, шьете самые модные вещи, тренды на свою фигуру. Три с половиной, три с половиной, спускаться вниз. То же самое будет идти здесь, то есть выточка будет проходить через грудь, вот таким образом, потом спускаться, вот так идти и спускаться вниз. То есть и два, и два, и идем дальше. Мы уже практически вот эту линию, наши части, мы уже смоделировали. Теперь нам надо смоделировать вверх. Где-то отступайте от начала шеи, ну где-то один сантиметр. Здесь тоже отступаем один сантиметр. И делаем более глубокий, поглубже в горловину, уж не слишком высоко, чтобы это убираем. Давайте я вам буду чертить то, что у нас получается красным. Как будет вам удобно. Вот здесь, да, снова. А, вот эта линия некрасивая, значит мы ее как сделаем? Мы ее делаем вот так, более глубокий. Видите, потому что это неправильно. Более кругленько должно быть. Дальше. Отступая от пельча сантиметра три, вот на таком расстоянии, мы формируем пройму. Не занижайте пройму, пройму оставьте как есть. Значит это у нас новая пройма получилась. Теперь переходим дальше. Смотрите, идем вниз. На то же самое расстояние Спускаемся сюда. И у спинки точно так же. На то же количество сантиметров спускаемся вниз. Посмотрите в праде, какой обалденный салопет. Это комбинезон. Обратите внимание на вот такие бретельки. Расширяем где-то сантиметров на 7. Расширяем вот здесь вот. И вот так вот ведем. Вот сюда. В области бедер сделайте так, чтобы было практически один в один. А дальше идет расширение. Это у нас одна деталь. А вот другая деталь у нас также идет расширение на 7 сантиметров. По-вашему. И идем вот сюда. Это вот другая деталь. Это вот эта деталь. Теперь посмотрите, как формируется в области груди. Мы вырезаем пройму. Открываем вытачку. Закрываем вытачку. Вот эту вот. Закрываем. Видите? И у нас получается плечо. Вот получается у нас одна деталь идет, идет, идет. Вторая деталь. Вот. Теперь давайте боковушку сделаем. Боковушка у нас тоже расширяется на 7 сантиметров. И соединяется с бедром. То есть, вот. Здесь также расширяется на спинке на 7 сантиметров. И соединяется с бедром. А вот вторая деталь, вот эта, расширяется на гораздо больше. Пусть это будет расширение на 20 сантиметров. Так. И в эту сторону тоже. То есть, у нас в области спины больше шлейф идет. И он длиннее. То есть, мы уже формируем сразу, насколько длиннее, насколько у нас длиннее будет шлейф. Мы сразу его рисуем. И вот у нас получилась так деталь. Вот так. И вот так. Вот она деталь. На спинке. А вторая деталь на спинке мы также делаем на 20 сантиметров, да, как мы решили. В области бедра, чтобы была в обтяжку. И потом деталь пошла вот так. Как мы формируем шлейф? Шлейф должен еще... И вот такое предложение к Новому году. Немножко летнее. Даже, я бы сказала, весеннее. Но быть больше. То есть, шлейф мы сделаем, допустим, 40 сантиметров. Так, пошире он приходит в бедра, чтобы в обтяжку здесь было, в бедра. И начинаем формировать вот такой где-то срез. То есть, мы соединяем, мы вырезаем вот эту деталь. Сейчас я это сделаю, и вы увидите. Смотрите, мы по бедрам соединяем. Вот так вот по бедрам, видите, по бедру. Мы соединяем друг с дружкой. И сейчас будем формировать наш срез. Вот здесь вот он идет вот так, повыше, допустим. А здесь он занижается. Но дело в том, что нам, это мы приблизительно сделали этот срез. Теперь нам надо эти детали все разрезать. То есть, эту деталь вырезать. Потом вот эту деталь. Третью деталь. Четвертую деталь, да? И совместить юбку, у нее всю юбку, и срезать. Либо, если вы шьете для себя, а не где-то в ателье, да? Вы можете сделать клип в 10 сантиметров, везде побольше. Когда будете вырезать на ткани, сделайте на отсечки в области бедер, в области талии. Чтобы у вас не ездили эти детали. И соединив их все вместе. Потом, в конце, вы сделаете уже ровный вот этот срез. Это как вам угодно. То есть, на данный момент я вам показала, как шьется это платье. Сзади, в области спинки, вернее, не шьется, а кроится. В области спинки, вот здесь, вы делаете молнию. От линии талии вниз 16 сантиметров. Здесь невидимая молния. Либо невидимая молния будет от талии вниз 16 сантиметров. Вот здесь невидимая молния, как у меня показано на уроках. А здесь вы ставите пуговичку. А вот эту часть вы можете сделать открытой. И обработать каким-то красивым кружевом. У вас будет такая капля длинная и открытая спина. Если у вас красивая спина худенькая, то красиво сделать здесь каплю. Собственно, сейчас я вырежу. Как шьем? Объясняю. Как раскладываем на ткани? Значит, здесь у нас напополам. Здесь у нас нет шва. То есть, это одна деталь. Вот она. Одна деталь. Развернутая. Это вторая деталь. Их будет две штуки. Это красная. Третья деталь. Их будет две штуки. Это четвертая деталь. Их будет тоже две штуки. Потому что сзади идет шлейф, во-первых. И замок, помню. Ну, либо длинная молния, как мы договорились. Вот такая вот. Либо короткая. Везде вы делаете припуск на швы, как я вам объясняла, по одному сантиметру. Везде по одному. Обтачки у нас нету, потому что это у нас кружево. И вы таким же кружевом вот здесь вот сделаете обтачку. Пойдетесь таким же кружевом. Просто его пришьете, разгружите. Или наверх как-то нашьете. Ну, там надо посмотреть, чтобы у вас, допустим, красная к красному проходила, или черная к черному. Очень красиво. Нижнюю юбку надо сшить из шелка. То есть вот отсюда вы шьете просто юбку с вот такой вытачкой. Сзади вытачка и со шлейфом. Но не надо вот так вот разрезать. Юбка нижняя, она пусть будет вот такой формы. Пополам здесь сложенная. И из двух деталей спинка. Сшитая вот по этому шву. Она не должна точно повторять внешнюю выкрыту. Она просто должна быть как можно меньше швов. Потому что потом это все будет прозрачно, это все будет видно. И посадите ее на резинку. Дальше. Можно не на резинку, можно также на замок. Чтобы не было... Если на резинку, тогда у нее будут вот здесь вот сборки. Они не нужны. Нам лучше сделать вытачку, вытачку и посадить на замок. Дальше мы, когда это все выкрыли, как мы сшиваем? Мы сшиваем по вот этим швам вместе, да? По этим швам. Потом боковушки. По боковушке. И начинаем обрабатывать плечевой шок. Примерку делаем. Делаем невидимую молнию, как я вам объясняла. И только потом заканчиваем вот этот шок. Обрабатываем низ точно так же, как обрабатываем верх изделия, как обрабатываем лукат. Кройму, извиняюсь. С платья, как мы его делаем, я вам покажу на примере другого платья, которое очень похоже. Кроем то, что мы только что выкроили. Реально сидящие на вашей фигуре. И когда вы их сделаете, вы уже сможете пройтись платья, которые я вам объясняла. Всего доброго! С Новым Годом! Это великолепная коллекция новогодних платьев, которые я вам объясняю на этих уроках. Пока-пока! Ставьте лайк! Приготовьте кофе и чай и продолжим наш урок. И спинка. Я отметила пояс. Видите, где у нас линия талии проходит? Мы соединяем по линии талии все детальки. Вот так. И подробный. Задаем определенную длину. Наша длина, допустим, будет вот такая. И идем от талии отменять эту длину. Вот. Вот. А теперь мы соединяем. И отрезаем. Все. У нас получилась ровная, совершенно прекрасная юбка. Если мы хотим сделать шлейф, как в прошлом видео, для вечернего платья, мы просто в области спинки делаем вот так вот побольше. Тот, кто делал со мной платье вечернее, я не показывала вот так вот на деталях, но вы просто берете вот так вот и формируете шлейф. Все. Значит, раскладка. Здесь у вас сгибается ткань. Значит, это будет вот такая развернутая деталь. Эти детали будет 2, 2, и это тоже развернутая. Молния у нас будет с левой стороны в боку. Когда вы делаете, когда вырезаете, то есть вы должны сделать припуск на швы 1 сантиметр. Вот, положили их 1 сантиметр везде. Припуск на швы. Внизу. А ты, итальянский Дед Мороз. Для молнии тоже 1 сантиметр. Достаточно, потому что молния невидимая. Дальше. Значит, сложили, сшили, вместе обработали оверлаком. Сложили, сшили, вот здесь вот обработали оверлаком. По правому боку между собой сложили вперед и спинку. Сшили, обработали оверлаком. По левому боку сначала делаете молнию до 16 сантиметров. Вот прямо отсюда она должна идти. Длинная молния вот здесь заканчивается. Как я объясняю в уроке невидимая молния. Очень хорошо объясняю. И дальше уже внизу сшиваете. Вот так вот вместе. Вместе сшиваете. Предварительно перед молнией обработайте оверлаком одну сторону, оверлаком другую. Потом, конечно, в процессе делаете примерку, естественно. Обработайте на оверлаке общий срез, подогните и дайте строчку на 1 сантиметр. Все. Платье ваше великолепное, новогоднее, красивое, готово. Посмотрите, какое великолепное решение от Шервина к Новому году. Вязанный свитер и брюки из пайетки. Зайдем сюда. Это вот великолепные итальянские цветы, которые обычно ставят на Новый год. Смотрите, как они красивые, листы прямо переходят в цветы. То, что уже в нормальную величину, это я рассказываю на уроках в моей онлайн-школе. Игорь Негода.